Автовладельцы за безопасность детей. Во вторник ивановские активисты ФАР провели урок дорожной грамотности для учащихся 64-й школы. Изначально планировалось, что ребята сами выйдут на проезжую часть неподалеку от школы и нарисуют на асфальте дублирующий знак «Внимание! Дети!». Цель мероприятия была раздать светоотражающие фликеры детям. Но чтобы они их не просто сразу же выиграли, поломали, чтобы они знали их ценность, мы очень хотели, чтобы они сами нанесли вот эту самую разметку. Но, к сожалению, это правильно. Дети не могут выходить на проезжую часть. Для этого понадобилось бы прикрывать целую улицу. Чтобы не вредить водителям, не прикрывать улицу, мы решили ограничиться тем, что они будут стоять просто на татуаре, а нанесу разметку я. Несмотря на то, что творческий аспект акции пришлось возложить на себя взрослым, дети не расстроились, а взяли на себя роль болельщиков. Затем небольшая беседа с инспекторами ГИБДД о том, как вести себя на дороге и в автомобиле. До 12 лет вы должны где сидеть? Сзади. Сзади, спереди нельзя сидеть. А на дорогу, когда на велосипеде можно выезжать? Когда горит зеленый свет. Ой, ой. Вообще нельзя выезжать. Вообще нельзя? До какого возраста нельзя? До 14. За участие в дорожном ликбезе всем школьникам выдали фликеры – светоотражающие брелки. Об их назначении ребята уже знают. Фликер этот нужен для того, чтобы в темное время суток этот фликер, когда машина едет, свет, фар попадает на него и человека или саму меня становится лучше видно. Знания, полученные в ходе акции, ребятам предстоит применить на практике уже сегодня по пути домой. И важно не забывать эти простые правила. Ведь их соблюдение – залог безопасности. Дорогу переходить надо только по пешеходному переходу. Или если нет пешеходного перехода, надо найти светофор. Если вообще я ничего не нахожу, ни пешеходного перехода, ни светофор, я должна найти перекресток. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.